Добрый день! Наступила осень, виноград укрыт на зиму и поэтому пришло время рассказать об устройстве виноградной шпалеры на моем винограднике. В связи с тем, что лозы убраны, ничто не мешает увидеть, как все это устроено. Как видно, конструкция шпалеры в-образная, два столба, которые установлены в виде латинской буквы В. В отличие от того, что часто мы видим Т-образная форма шпалеры, когда вот на этих местах, где у нас проволока, находятся горизонтальные перекладины. Чем мне не понравилась такая конструкция, почему я выбрал В-образную? Потому что, во-первых, мы видим, что когда у нас В-образная шпалера, мы можем спокойно зайти во внутрь виноградного ряда и ходить здесь выполнять какие-то необходимые работы. Т-образной это не сделаешь. Это первое. Второе. Второе это то, что у нас горизонтальные перекладины находятся на такой высоте, когда при выполнении работ или же проходя мимо, вот допустим, здесь находится перекладина. Здесь она выходит за пределы ряда и мы можем зацепиться и травмироваться. Особенно посмотрим нижние проволоки, которые находятся на высоте 60-70 сантиметров. И когда у вас есть маленькие дети или внуки, часто если вдруг случайно они здесь проходят, то они травмируются даже на уровне головы. Поэтому вот обоснование такой формы В-образной шпалеры. Теперь о конструкции. Значит, смотрим, здесь два крайних столба, два крайних столба в начале ряда и точно также в конце ряда они забетонированы основательно на глубину 50-60 сантиметров, не менее, что позволяет, вот уже 30 лет они стоят и и если есть наклон какой-то небольшой за счет натяжения проволоки, то он минимальный. Промежуточные стойки, промежуточные стойки они не бетонируются, в этом собственно нет необходимости, они служат только лишь для того, чтобы удержать проволоку, которая на уровне этого столба. Далее, каждый столб, смотрим, что здесь, что я сделал, здесь на одном конце ряда я установил здесь крепление такое, взял анкерный болт с крючком, у него ответную часть выбросил, просверлил отверстие и пропустил его через трубу. Здесь закрепил гайкой и еще вот такой вот второй гайкой с скругленной головкой для того, чтобы тоже самое, с той же целью на краю ряда случайно не травмироваться под этот торчащий болт. Здесь, на этом краю, у нас находится пружинка, пружина, это вот продаются такие дверные пружины, которые, в принципе, можно разрубить на 4 штучки и здесь используются вот на этом ряду на высоте различной эти пружины. пружины натягивается здесь проволока, потом покажу на другой стороне ряда точно такие же крепления, но как там крепится, покажу дальше. Теперь по поводу самого столба и расположение проволоки по высоте. Высота столба сделана такой, чтобы спокойно, вот у меня рост метр восемьдесят два, я спокойно достаю до вершины этого столба. Высота столба два метра десять сантиметров. Как расположены проволоки? Первая проволока у меня расположена на высоте пятьдесят сантиметров. Далее на высоте с промежутком двадцать сантиметров расположена вторая проволока. Потом расскажу зачем. Следующая проволока у нас расположена на высоте, на расстоянии предыдущих 70 сантиметров и еще 70 сантиметров на последней проволокой. Всего четыре проволоки. Многие располагают на расстоянии 50 сантиметров. Считаю, в этом нет необходимости, потому что скорость роста побегов такая, что эти 70 сантиметров они преодолевают очень быстро и нет необходимости вот в таких местах ее крепить. Для чего первая и вторая проволока на расстоянии 20 сантиметров? Ну, всем известно, что мы, когда укладываем весной лазу горизонтально, на первую проволоку я укладываю. Вторую не использую. Только на первую. Ну, это связано с тем, чтобы все глазки были в одинаковом положении, при горизонтальном расположении и они будут пробуждаться одинаково и одновременно все пойдут в рост. В результате, если мы, допустим, даже с небольшим наклоном или многие там под 45 градусов укладывают, получится, что концевые почки будут развиваться сильнее и они вырастут более мощными, чем те, которые ближе к основанию куста. В результате, каждый год у нас длина лозы будет отодвигаться. Лоза лодная щитящая будет отодвигаться от основания куста и куст удержать в определенных размерах будет нельзя. Для чего вторая проволока близко к первой? Значит, когда мы положили весной горизонтально на первую проволоку и у нас тронулись почки в рост, а потом пошли побеги молодые, хрупкие, то этот хрупкий побег при малейшем движении или при сильном ветре, он может выломаться из основания, потому что в этот момент он травянистый и ничего не препятствует тому, чтобы он отломался. Поэтому, как только побег перерастет эти 20 см, мы привяжем его ко второй проволоке. И тогда вот этот кусочек побега между первой и второй проволоки будет закреплен и уже сломать его нужно будет постараться. Это вот по поводу расположения проволоки, высоты шпалеры и высоты столбу. Да, я не сказал, что шпалера у меня двухплоскостная и вот такое расположение столбу позволяет, в общем-то, проникать свету между плоскостями и достаточно освещать. Далее. Я не сказал еще по поводу схемы размещения как рядов, так и кустов. Ну, первое. Между рядами мы смотрим. Расстояние между центрами этих рядов ровно два метра. Два метра между рядами. В принципе, ну, этого достаточно. Ну, многие располагают два с половиной, если позволяет место. Ну, я при соответствующих выполнении зеленых операций летом на винограднике освещенность нормальная, не затеняется ничего. Два метра достаточно. Расстояние между столбами и кустами. Вот смотрим. Смотрим. Значит, здесь у меня расстояние между двумя парами столбу. Оно равно ровно четырем метрам. Четырем метрам. На этом расстоянии у меня расположено на четырех метрах два куста. То есть, я отступаю от столба ровно один метр. Здесь посажен первый куст и через два метра заран второй куст. То есть, под каждый куст отводится два метра. Многие могут сказать, что этого мало. Но вы все знаете, что современные комплексно-устойчивые сорта винограда выглядят таким образом, что они допускают короткую формировку на шесть, максимум восемь глазков. Поэтому длинные лозы не нужны и расстояния хватает для того, чтобы уложить эти лозы в два метра. Тем более, что все побеги текущего года, они подвязываются вертикально. Итак, я показал конструкцию крепления проволоки в начале ряда. Покажу еще, как это устроено в конце ряда и как это устроено на промежуточных столбах. Вы видите, что на промежуточных столбах у нас просверлено отверстие диаметром 4-5 миллиметров для того, чтобы проволока 2,5 миллиметра проходила там свободно при натягивании и не было никакого сопротивления. Вот так на всех промежуточных столбах, еще раз повторяю, промежуточные столбы у нас не забетонированы, но в этом никакой нет необходимости. Только крайние столбы забетонированы и они отлично держат шпалеву. Теперь мы перешли на противоположный конец ряда. Для чего я это сделал? Чтобы показать по конструкции крепления. Вот смотрите, здесь точно также использованы анкерный болт с крючком и заглушены с другой стороны гаечкой для того, чтобы не было никаких травм. На этом конце что сделано? Здесь проволока у нас проволока сюда вот таким образом заведена и при необходимости мы эту проволоку просто-напросто натягиваем до необходимого состояния и закрепляем вот здесь на этом конце. Вот такой простой способ, но он вполне нормальный. Теперь еще хотел бы сказать несколько слов по поводу проволоки. Значит первоначально эта проволока была использована оцинкованная проволока толщиной два с половиной миллиметра. Но эта проволока была поставлена сюда на шпалеру в 1991 году, то есть ей в этом году 29 лет. Когда прошло где-то лет может быть десять, эта проволока из оцинкованной, как вы видите, превратилась в ржавую. И я первоначально хотел ее заменить на новую, но потом вот эту ржавость проволоки мне показалось, что в этом есть положительный эффект. Следующий. Когда мы подвязываем побег, то во время ветра по скользкой оцинкованной или алюминиевой, или нержавеющей проволоки, эти побеги ветром начинает сбивать в сторону, в ту, в которую дует ветер. И они, значит, собираются пучками, и, собственно, потом нужно будет их обратно, в обратном направлении распределять так, как они были первоначально подвязаны. На ржавой проволоке этого не происходит, поскольку она шершавая, вот, она прочная, прожавел только верхний слой, а прочность от этого не пострадала, поскольку влажности никакой особенно нет, на ней влага не задерживается, и прочность проволоки сохраняется. Вот то, что хотел бы сказать по поводу проволоки, по поводу укрытия винограда. Сейчас я не буду ничего рассказывать, скажу только одно, что раньше я укрывал укрытым материалом плотностью 60 единиц, складывал его вдвое, и, как вы видите, вот сейчас то же самое, то есть пришпили на лоза к земле, сверху укрытым материалом, и края придавлены землей, для того, чтобы его не развернуло ветром, ну, в общем-то, для того, чтобы сохранить это укрытие. В этом году, в предыдущие годы, я все время, было неудобство, связанное с тем, что, когда укрываешь виноград, то и дует хотя бы небольшой ветер, вот эта сложенная вдвое пленка, не пленка, а укрытый материал, его из-за парусности разворачивает, и это вызывает какие-то раздражения. Поэтому в этом году я купил пленку, пленку, укрытый материал, я купил плотностью 120 единиц, уложил ее в один слой, что позволило теперь, без всяких парусностей, ее укрыть, ну, это становится гораздо удобнее. Ну, вот примерно все, что я хотел сказать по поводу устройства шпалеры. Вот один ряд, вот второй ряд. Да, я не сказал, что на моем винограднике мы смотрим на каждом ряду, у нас 5 промежутков, раз, два, три, четыре, пять, по 4 метра, 20 метров, в каждом ряду по 10 кустов, и всего 20 кустов винограда. Для кого-то это мало, но если этот виноград используется только для своего употребления, не продажи, этого более чем достаточно. Вот такие два ряда, V-образная конструкция шпалеры, два ряда между ряди, четыре ряда в ряду между столбами, и между кустами расстояние 2 метра. Ну, вот, собственно, и все, что на сегодня я хотел сказать. Желаю всем удачи, буду рад, если от моего рассказа кому-то была польза.